В конце прошлого года Владимир Путин поручил правительству ликвидировать очереди в Ясли в ближайшие два года. О том, как это планируют сделать в Чебоксарх и как вообще обстоят у нас в городе дела с садиками и школами. Будем говорить с депутатом Чебоксарского городского собрания Олегом Кротуновым. Олег Игоревич, здравствуйте. Добрый день. Ну вот спрошу вас не только как депутаты, как председателя комитета или комиссии, да, это правильно называется у вас, да, по градостроительству, а как отца двоих детей. Вот с яслями, ну скажи, в городе обстоят дела. Добрый день еще раз. Ну, у меня двое детей, да, правда, один уже в школу пошел, а маленькому еще полгода, пока проблема остро дома не встала. Ну, чисто теоретически уже можно в ясля дать. Ну, чисто теоретически можно, но мы пока дома с матерью оставляем ребенка. Вот, с яслями у нас пока в городе проблема, поскольку ясельных групп профессиональных, так скажем, нет. Поскольку раньше была проблема с садиками от трех лет, то есть и все ясельные группы, которые в советское время и постсоветское были, переоборудовали под группы от трех лет. Сейчас будут строиться детские садики, вот новые в этом году, 10 детских садов, в которых будут предусмотрены ясельные группы, в которые желающие смогут отдать своих детей. Хотя, как бы, на самом деле, не так много желающих отдать детей в ясельные группы. Статистика по дефициту мест складывается из-за того, что родители с самого рождения встают в очередь, и поэтому кажется, что в ясельные группы, то есть большая очередь. Потом родители пишут заявление, что просим наше место сохранить и отдать ребенка на следующий год, то есть уже в начальные группы. То есть, получается, в 10 садиках у нас появятся ясельные группы. И вы считаете, да, исходя из того, что вы сказали по статистике, что этого хватит не только вот, да, чтобы нынешнюю очередь ликвидировать, но и там на ближайшее какое-то время, чтобы не пришлось строить еще ясельные группы. Абсолютно, абсолютно. Я считаю, что достаточно этого будет, причем там персонал будет с базовым медицинским образованием, поскольку с такими маленькими детишками до трех лет нужно, чтобы занимались воспитатели, которые в медицине что-то понимают и разбираются. А как думаете, это сможем обеспечить? Потому что это нужно, да, представлять у человека медицинское образование, чтобы он пошел работать в садик, но это зарплата должна быть очень приличная. Особенно, если с маленькими детьми такая ответственность. В данный момент как раз проходят курсы воспитателей. Зарплата сейчас более-менее приличная, поднимается в этой отрасли. То есть и в школах, и в садиках зарплата достойная. Я думаю, что желающие будут воспитатели работать с детьми. Как вы думаете, когда все-таки приблизительно первая ясельная группа у нас откроется новая? Я уверен, что к концу или в начале следующего года уже первые садики. Вот у нас в Соленом уже начал строиться детский сад. То есть к началу следующего года уже введут в эксплуатацию. Ну вот вы уже начали об этом говорить. Если не считать только ясельные группы, где вообще появятся у нас в городе новые садики? У нас 10 новых детсадов планируется. Это 3 детских сада в Новом городе, 2 в Садовом, также в микрорайоне Соленой, за Волгой в Сосновке, в микрорайоне Университет, в микрорайоне Солнечный и на Игерском бульваре. То есть практически во всех новых микрорайонах города у нас появятся садики? Совершенно верно, да. К тому же при застройке районов строители обязаны делать ППТ, планировку территории, в которой должны учитываться школы, садики. То есть по количеству населения, которое планируется в новом микрорайоне жить, то есть должно по нормативу находиться определенное количество школ и садиков. Тем не менее, я знаю такой микрорайон, по-моему, это Волжский 2, очень хороший микрорайон. И там до сих пор есть место, которое было выделено под школу, и до сих пор на этом месте пустырь. Микрорайон уже много лет. Вы как думаете, такого не произойдет где-нибудь там же в университете, где это место, например, сейчас оставили? На самом деле сейчас в Волжском 3 строится школа, в Волжском 2, я думаю, что необходимости уже отпадет. Не будет. Да, я думаю, что в этом месте было бы замечательно построить садик еще один. Интересное предложение. А вот все-таки действительно про то, что мы, например, что где-то открываются новые детские сады, строятся новые детские сады, мы слышим значительно чаще, чем то, что появится новая школа. Вот по школам, как последняя, да, я помню, которую мы открыли, это на Гладково. Какие планы сейчас у города? Да, сначала начали с садиков. Как бы школы это более капиталоемкие, так скажем, общеобразовательные учреждения. Ну, наверное, большее количество людей, да, это 2 тысячи, как правило. Да, большее количество людей, большее количество затрат денежных. Так, вот сейчас, в прошлом году мы открыли на Гладково школу, в этом году строится школа на Волжском 3, и в ближайшие 3 года мы планируем построить школу в Садовом, в Новом городе и в микрорайоне университет. Причем в Новом городе планируем начать строительство школы уже в этом году. Ну, я была лично в школе на Гладково, да, это великолепное здание с большими залами, светлыми классами. Не хуже школы будут? Совершенно не хуже. Все будет соответствовать всем стандартам школы. В принципе, все делаются практически по типовым проектам. То есть будут и бассейны, и спортзалы, и школьные площадки, и столовые. Все, что необходимо по всем нормам, снипам. То есть и коридоры широкие, не то, что в тех школах, в которых я учился. Вы, наверное, учились, где узкие коридоры, маленькие классы, а там все просторно, красиво, светло. Как вы думаете, строительства этих школ будет достаточно, чтобы наши дети перестали учиться во вторую или даже в третью смену? Конечно, этих 3-4 школ, да, учитывая Гладково, недостаточно. Нужно будет строить еще школы. Мы планируем построить 10 школ. Это за какой период вы имеете в виду? До 2025 года мы планируем построить 10 школ. Есть такая программа «Содействие создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях». То есть по этой программе мы планируем построить 10 школ. И этих 10 школ будет вполне достаточно, чтобы убрать вторую и третью смену в школах. А я еще знаю, такой район есть, да, он называется «Премьер». В народе его называют «Замамье». Там тоже была проблема со школой. Она рассчитана была исключительно на новый микрорайон, в то время как дети старого микрорайона были вынуждены учиться в школе номер 2 на Афанасьево. Школа переполнена и больше школ там в принципе нет. Вот там что-то решено, может быть, не знаю, изменили проект на большее количество детей. Что-то известно? Насколько я знаю, там несколько застройщиков есть. Также кирпичный завод планирует застраиваться, то есть место производства, то есть для экологии города. Ну и вообще, то есть место отличное для строительства. Вот собственники завода планируют вынести завод и строят там микрорайон, плюс микрорайон «Премьер». И ближайшие застройщики хотят совместно запроектировать школу рядом с Чебоксарскими электрическими сетями. Там в том районе, где горсвет, Чебоксарские электрические сети. И построить школу, которая будет достаточна для тех, которые есть уже жители этого микрорайона. И для тех, которые еще жители появятся. То есть эта проблема, я надеюсь, будет в ближайшие годы снята. Ну что ж, если все, о чем вы сказали, действительно, если все это сбудется, я думаю, что у нас исчезнет проблем действительно и с садиками, и со школами, и с яслями. Ну если даже 90% из этого сбудется, уже хорошо будет. Спасибо большое. Я напоминаю о детских садах, яслих и школах. Мы бы говорили с депутатом Чебоксарского городского собрания Олегом Крутуновым. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова